Книга «Открытым оком», тема «Работа», 10-й том, вопрос 2312. «Когда нужно торопиться изо всех сил, а когда нужно медлить, насколько возможно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Торопиться нужно на нужной работе, при ходьбе, когда угрожает опасность. Не нужно торопиться при чтении Библии и других душеполезных книг, при молитве, при ответе, при обетах. И особенно, когда надумаешь принять монашество. Прежде нужно обдумать. Экклесиаст 5.1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Есть крылатое выражение «спешите делать добро», и кому его только не приписывают. 1 царств 25.34. «Но жив Господь Бог Израилев, удерживавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене». 2 царств 15.14. «И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды и не истребил города мечом». Деяние 22.18. «И увидел его, и он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Сирахова 18.19. «Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе». 2 параллель, помен 24.5. «И собрал он священников и левитов и сказал им, «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. Там же 26.20. «И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказы начали его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь». Иногда на работе что-то не заладится, и человек подается скорее заявление об уходе с места работы. Или вообще не раз было. Чуть такому не отвергшемуся себя замечание сделают, а он уже «ухожу в московскую патриархию». Экклесиаст 8.3. «Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Не нужно торопиться стать священником, потому что нет более опасной должности и обязанности отвечать душой за каждую потерянную овцу». Иеремия 17.16. «Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим». Евреям 6.1. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Псалом 118.60. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Пришлось в детстве сразу же после войны услышать от отца случайно случай побывальщины. Дет с бабкой жили уединенно на краю деревни. Жили отчаянно, бедно, война. В самом начале войны у них был взят в армию один единственный ненаглядный их сын. Да так и затерялся, не было ни одной весточки, а потом пришла и похоронка. Но оказалось, что он был артиллеристом, потом тяжело ранен, выздоровел и дошел до Берлина. Тысячи смертей одолел. Мать и отец Богу не молились, а только в себе держали еще чуть тлеющую надежду, что, может, сын жив. Потому что случается же, что похоронку обманут. Как и она, людей в смертную долину печали многих и не раз вводила. Возвратившись как-то с поля, они обнаружили, что у них в доме посторонний человек, а в переднем углу большие чемоданы. Человек же лежал на русской печи, отвернувшись к стене лицом. Они открыли чемодан и ахнули невиданному богатству вещей. И надумали корыстолюбцы порешить странника. Но смелости не хватило, и бабка посоветовала сходить к соседям и попросить взаймы чекушку-самогонки для храбрости. Соседи же сказали, «Да что ты, Захарыч, да какая же чекушка, когда единственный человек в деревне пока, кто живой вернулся с войны, твой сын?» «Да ты уж готовь настоящую встречу, гони самогонку из картошки. Радость-то какая, живой и невредимый, с руками и ногами, офицер из Берлина и голова на плечах. Поздравляем! Он со всех ног несется домой. И в сенях встречает его ненаглядная супруга с окровавленным топором Раскольникова. «Не надо, я уже, без самогонки!» Поспешила и оттяпала голову сыну своему единственному и ненаглядному. Те, кто хочет разбогатеть, легко перешагивают все нравственные принципы, внутренние угрызения совести. Им бы личная и лишняя выгода светила. Такие и у нас в общине, и в деревне есть. Притча 28.20 «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Притча 28.22 «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». Вот и окончен путь. С попутчиком расстались. Три дня мореный воздух вместе ели. Мы оба затерялись в толчье вокзальной и встретимся ли в этом грешном теле. Но предстоит нам встреча на суде, который страшным называет шепот. И вряд ли, что важнее для людей увидеть свет Христов через мирскую копоть. Три дня в вагонном гробе провели. Впервые слышал он евангельские строки. Глухой расслышал, как Господь велик, пришедший к собеседнику порогу. Незаходимая звезда перед рассветом впервые указала на Христа. Ответы записал он на кассете, все начиная с чистого листа. Такого благодарного соседа, как Евнух-казначей Ефиоплянин, не Егова выслал два билета. Кассир на место дал одно, хотя и был не пьяный. Расчерчен был его и мой маршрут, от вечности две колеи сошлись. Зажали нас, разговорились, друг, в вагонной полутьме, не различая лиц. Перекрестившись трижды не случайно, ему я вызов бросил к разговору. Нас не развел над поездом начальник. На скором поезде знакомились мы скоро. Благословенный час ночной молитвы он согласился преклонить со мной колени. Наш разговор-тандем был нераздельно слитным до самого утра, когда подсел военный. Наш мирный разговор об Иисусе, о вечности, о пролитой крови, как иностранцы были мы для русских, и только дух Христов мог разум обновить. 8 октября 2004 год. Игла.